о я о жизнь вопросов неотступных череда и верницы бесконечные людей лишенных веры и города набитые глупцами и вечные упреки по отношению к себе ведь кто меня глупей и кто безверний и взгляд цепляющийся за свет за имена вещей за бесконечную борьбу и тщетное достижение все и изнаренная убогая толпа меня здесь окружает вновь и вновь и их бесплодные года с моими крепко сплетены и мой вопрос ох мой такой печальный горький неотступный где среди этого добро о я о жизнь ответ ты здесь ты существуешь и существует жизнь есть сознание и подлинность твоя и пьеса жизни еще не кончилась и ты в нее свою строфу запишешь уолт уитмен здравствуйте вы смотрите или слушаете подкаст подлинная жизнь которым я разговариваю с людьми об их и нашей подлинной жизни и сегодня я разговариваю со своим другом и коллегой александром барановым уже говорили с ним в этом подкасте примерно год назад но время идет мы меняемся и саша чай основной проект называется шаг за край делает свои собственные шаги за край поэтому мне было интересно расспросить его что же меняется в его жизни сейчас где он находится сейчас основную тему нашего разговора можно определить как мужчина природа смысл так это называет сам александр эти темы которые его интересуют больше всего ну а разворачиваем эту большую тему мы затронули еще несколько тем поменьше чем видеть ценности как учиться видеть сердцем что такое vision квест из чего рождается ценность служением чем отличается цель от зова как слышать свой личный ритм послушайте пожалуйста привет шура привет валера я так вот с утра не могу таким бодрым быть а если так бушу будешь я сам будешь по своему голосу пугаешься да да пугать о вроде проснулся понятно слушай ну вот идея моего разговора такая мы с тобой уже говорили один раз это было за сколько год назад что ли не больше и понятно что вот время что-то меняет всегда меняет нас и мы движемся мы развиваемся как-то особенно те кто хотят развиваться ну так как мы с тобой друзья и мы с тобой общаемся время от времени помимо каких-то таких общественных разговоров вот я знаю о том что у тебя за это время достаточно много каких-то изменений произошло и что ты развиваешь в общем тот же проект который у тебя был но он движется меняется ты меняешься вместе с ним вот и например меня очень заинтересовал твой как это сказать ты даже ивент это событие но событие в очень в таком каком-то внутреннем глубинном смысле vision квест и где у вас была мужская группа и выходили в горы вот и поэтому я бы хотел тебя спросить вообще так вот обобщенно генерально где ты сейчас находишься в какой точке своего движения ну и вот может быть чуть подробнее может начать с этого вот скажи что такое vision квест и зачем он нужен целом и вообще и и зачем он нужен тебе лично вопрос первый то где сейчас двух словах я веду проект шаг за край уже пять лет проект это о том как делать смелые шаги в жизни если еще проще то как делать следующий шаг жизни мне кажется наша жизнь она складывается заключается просто в одном следующем шаге покуда есть движение ей жизнь все что мне интересно жизни это быть живым и мне кажется если я шагаю вперед и вообще шагаю скажем так я живой я не шагаю я чуть-чуть умираю либо готовлюсь к шагу и этот шаг может быть большой маленький мягкий твердый гром тихи это неважно крадущийся да крадущийся не имеет никакого значения то есть здесь размер не имеет значения какого дам мы все хотим чтобы это было что-то феерическое героическое нет но в вас чтобы он был за край чтобы он был за пределы границы меня самого потому что если это шаг в пределах твоей тюремной камеры я не знаю насколько это жизнь да вот это может быть ожидание какой-то жизни но каждый раз когда ты шагаешь за край своей тюремной камеры такую метафору странную да вот твоя воля точно это будет уже другая камера то есть ты видишь больше ты чувствуешь больше свободы ты ты меньше боишься и жизнь становится более управляемый более понятный более простой на самом деле и со что самое главное более дружелюбный что многие из нас я в том числе долго считаю что жизнь это какая-то там череда страданий или какую-то череда испытаний или что-то негативное что надо бороться так вот шаг за край доказывает очень просто доказывает что нет жизнь добрая как именно доказывает вот в твоем примере например твоих клиентов каждый раз когда делаем что-то смелое а смело это то что мы а смелость это не бесстрашие да смелость это знать свой страх это очень важно видеть свой страх и идти на страх все зачем еще на страх но одна история мне вспоминать я часто я вспоминаю это из какой-то книжки по-моему виктора франкла что ли как раз такая вот история из первой мировой войны времени первой мировой войны в окопе сидят два человека офицер такой вот ариец голубоглазый высокий орел такой вот и такой вот доктор еврейчик в очках полненький маленький неказистенький оно понятно что первая мировая война это еще конечно не нацизм но уже там достаточно сильные антиеврейские настроения ручей вот ну а собственно когда они были слабы а там понятно что у них там с пули свистят снаряды летят вот все взрывается вот верится с такой с таким значит этим гонором спрашивает ну что страшно тебе страшно а этот доктор говорит да мне страшно да мне страшно но знаете если бы вам было так страшно вас бы здесь уже не было то есть вот то есть эта идея да что знать свой страх знать что свой страх и все равно быть с этим да оставаться я правильно тебя услышал осознанно абсолютно быть осознанным понимание и называя свой страх по имени да каждый дракон его надо назвать по имени и и это уже пол победы если называешь своего как шамана говорит на своё беса по имени это уже пол победы не над бесом а в сотрудничестве с ним это же другая история вот когда ты шагаешь за край идешь на свой страх и за каждым страхом тебя ждут большие подарки и вот один из подарков такой таких это вот ощущение свободы еще не освобождение какого-то как будто жизнь так и ждет чтобы ты это сделал она тебя подманивает страхом и говорит сюда 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 и ты делаешь это и там открывается что-то невероятное и люди описывают это по-разному да у каждого свое у кого-то чувство единения мир в душе после длительных лет стресса у кого-то чувство всемогущества на после долгих лет например слабости то есть каждое свое что находит в принципе все одно и то же это ощущение жизнь внутри вот это то что я делал то что мне интересно на подводить людей краю показывать им смотри ты можешь шагнуть у тебя есть шанс тебя есть шанс стать свободнее лучше а вот в чем это отличие отличие вот смелости от такой безрассудности можно же так знаешь сигануть и всегда ли дает тебе вот это чувство там свободы да то есть рисковать мы можем осознанно а можно безрассудно то есть безрассудство для меня это синонимично бесстрашие а вот этот понятие что я типа не знаю страха не вижу его мне ничего не страшно для меня это идиотизм на потому что страх как эмоции она придумана у нее есть функция до защищать одну засунь два пальца в розетку да скажи я ничего не боюсь ты дурак а ты не знаешь жизни вот поэтому безрассудство и слепой героизм это не то что я приветствую я предлагаю сначала видеть да видеть что вот и чем ты видеть свои последствия даже если не всегда видишь что будет за краем а за краем мы как правило не видим что будет но все остальное я считаю человек должен быть а что все остальное как как видеть вот вот мне всегда интересует вопрос как что так как он может различить вот действительно это сейчас он шагнет понятно что ведь ну на за краем сеть на не видно и никто не дает никаких гарантий всегда риск какой-то но но все-таки как же отличить как увидеть разницу между вот этим самым безрассудством без бесстрашием как ты называешь и смелостью риском где все-таки хотя бы но есть какое-то видение куда куда же я движусь куда я шагаю самый тупой ответ этот вопрос как увидеть это посмотреть назад возникает очень смешной вопрос посмотреть чем потому что явно мы говорим не о глазах данной ситуации глазами мы видим и ничего не разумеем то есть есть какой-то орган у человека похоже который помогает видеть вот такие вещи невидимые вещи вещи находящиеся в поле ну прям духовном я боюсь сказать то что шаг за край смелость предназначения до поиск смысла это не когнитивные не ментальные вещи ты никогда не не выведешь форму и мудрые люди говорят что мы все же не умом такие вещи я имею ввиду а сердцем нашей средней частью сердце там где живет душа в том числе в том числе где живет душа давайте как-то попроще если просто сердцем сердце это орган не физический и тот который гоняет кровь но он находится где-то в том месте вот это орган энергетический который позволяет нам видеть такие вещи видеть вещи невидимые те которых мы смутно догадываемся тайны желаем мечтаем тоскуем до страдаем это вот все сигналы видение сердца фактически весь эмоциональный спектр который представлен человеку для чувствования это тоже видение сердца все что говорим я чувствую мне кажется да у меня там у меня есть интуитивное какое-то предсказание до предчувствия все видение сердца и вот этот орган я помогаю развивать об этом видении я говорю когда вожу людей на видение когда делаю курс свой там поход за видением да конечно об этом видеть сердцем то есть какой-то путь способ как прийти к этому потому что ну действительно сейчас здесь интересно скажем то если обращаться там к восточным многим учениям что ли да традициям там и даже языкам то ну вот насколько я знаю там в китайском языке ну ты же кстати кита китаист по первому образованию там же вот это то что мы надо было что мы называем сознанием это это обозначается как вот сердце да это как ум находящийся в сердце ну вот и вот по-моему древнеиндийских в санскрите по-моему в поле поле тоже так же в общем в любом случае это вот эти традиции они размещают сознание в большей степени в области сердца но вот когда мы обращаемся к современности даже не можно назвать это западом потому что это уже такое глобальное достаточно явление что мы во многом полагаемся на такой вот разум как рациональность и в общем то это важно и хорошо но часто мы уходим как раз от этого переживания сердечного видения как ты это называешь и то есть у тебя есть какие-то способы как человеку к этому снова вернуться как-то прийти к этому видению твоей программы да да ну вот смотри дорогой чтобы начать чем-то видеть первый шаг это просто начать чувствовать хоть что-то начать различать чтобы начать чувствовать я исходил схожу из парадигмы что мы все чувствуем что у нас нет истуканов роботов мы живые люди вот поэтому чтобы начать чувствовать надо первое просто принять решение я соглашаюсь чувствовать это даже может звучит когнитивно действительно но это в этом заложено очень сильно сердечное движение это намерение на которые я соглашаюсь и второе это отказ от бесчувствия две вещи происходят одновременно отказ от от бегства от собственных чувств до отказ от слов я не знаю что я чувствую я ничего не чувствую это все фигна это всего лишь слезы это всего лишь сон я не хочу быть злым да я не хочу не люблю грустить то есть отказ от того что предлагает тебе жизнь ежесекундно мы за день испытываем тысячи разных эмоций мы их все посылаем в трэш мы все не признаем мы только любим радоваться все остальное мы не любим вот этот однобокое проживание жизни какое-то существование жизни а но вот отказ от этого это тоже решение это уже первый шаг это начало и когда ты делаешь этот первый шаг как я говорю всегда это уже шаг за край на самом деле страшно страшно потому что необычный необычный это не это новое страшно признать свою грусть страшно расплакаться до страшно сделать себя уязвимым это второй кстати шаг я уже забегаю второй шаг почувствовать свою жизнь потому что только уязвимый ты живой на природу посмотри но все уязвимо ты можешь срубить дерево за минуты какие-то да ты можешь уничтожить жизнь мгновенно жизнь отрепыхает внутри розовенькая вся по себе и в то же какая мощнее заложено да если она отпущена на свободу вот эта уязвимость который присущи нам которые люди сейчас так страстно пытаются спрятать под броню под какие-то убеждения под ложные истории под ложные примеры вот это уязвимость это второй шаг навстречу своему сердцу я такое какое есть я чувствую так ну и что теперь вот и вот после этого ты начинаешь слышать это сердце начинаешь прислушиваться понимать господи оказывается вот что у меня внутри находится какой там мир сколько там подсказок сколько там любви оказывается никуда не надо ходить посмотреть внутрь то есть это такое изучение как бы изучение языка сердца что ли да потому что ну вот я согласен с того очень здесь я ну как бы я своими способами работы в принципе более-менее с тем же самым и вот часто но когда вот люди там что-нибудь пишут говорят клиент там или вот на моих программах облачных ретритах а люди говорят там скажем то дискомфорт я чувствую дискомфорт и вот это вот такой вот объединение вообще всей какой-то невероятной гаммы переживаний какой-то вот одну вот такой вот черную зону темную зону который называется дискомфорт вот а здесь у него комфорт и и получается что жизнь сильно она просто объединяется когда мы определяем вот в это два два состояния комфорт дискомфорт и и она обедняется и и мы как бы себя анестезируем да вот вообще да получается что мы ничего не чувствуешь когда начинаешь всматриваться в это просто всматриваться в чувствоваться действительно начинаешь различать оттенки что в каждом дискомфорте есть миллион каких-то оттенков и жизнь от этого обогащается знаете как то вот тоже на одной из программ недавних летом говорили об этом какой-то полноте жизни и я проводил потом еще осенний ретрит такое саби ваби по такой японской эстетики но и вот как раз японская эстетика она полна таких оттенков тонких оттенков на там миллион оттенков серого какого-то такого вот ну действительно едва заметных оттенков и ну и мы говорили о том что начали это летом потом продолжали на этом ретрите когда мы говорим о полноте жизни то здесь может быть два подхода это как у художников один художник он рисует такими яркими красками яркими пятна красный такой красный черный 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 зеленый все кислотное все такое а вот но какая-то есть друг другая традиция там каких-нибудь импрессионистов японских и китайских должен там вот эти оттенки 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 и чья жизнь богаче ну как бы и здесь нельзя сказать что того или этого это зависит от характера от темперамента какого-то который у которого все вот так вот ярко но он скажет моя жизнь богата цветами потому что в ней вот все вот так вот на разрыв все так а второй скажет а моя жизнь богата потому что в ней посмотри сколько в ней оттенков и и вот здесь важно мне кажется тоже признать что ли твой собственный вот такой путь да и и конечно наверное самое большое богатство когда ты можешь переключаться как ты думаешь и так и так а это все точка зрения данной ситуации то что ты описал для меня это звучит как размер имеет значение да как ты чувствуешь то что мы сразу же начинаем себя судить но я мало чувствует а мне не так чувствую как ты все не вообще ерунда нет никакого значения кто знает да мы чувствуем ровно так и в нас заложен спектр чувств и подход к чувству него ровно так как нужно чтобы выполнить свое предназначение в этой жизни на заложен весь набор инструментов идеально роптать на судьбу не надо надо только идти внутрь и исследовать что нам дали с какой котомкой мы пришли в эту котомку надо все тут даст разобрать принять прям поцеловать положить внутрь и знать когда чем пользу но тут может быть мы как раз можем перейти ко второй теме потому что это вторая тема она у тебя еще от меду пойдут vision quest не просто vision quest но у вас еще и была мужская группа я знаю что но мы с тобой об этом не раз говорили что вот тема такого мужского взаимодействия мужского мира она важна для тебя для меня тоже честно тебе вот и тут интересно что ну ты говоришь о чувствах и сердце и ну мы оба работаем с людьми и соответственно там мужчина женщина к нам приходит и конечно же при том что ну мы всякие мы разные и здесь прямо так жестко делить вот что мужчины они такие женщины такие весь делить нельзя но все-таки есть тенденции да и я вижу в своей работе что мужчину больше склонны как раз закрываться от чувств переживаю от выражениях от переживаниях в целом на как всматривание в них до то какого-то разделение чувств на нам как стесняемся мы даже вот но вот я смотрю по опять же пока соотношению там групповой и индивидуальной работы вот у меня в группа в группах 80 процентов женщин обычно или даже 90 там зависимости от темы а в индивидуальной работе у меня обратная динамика у меня 90 процентов клиентов мужчины вот женщин меньше то есть мужчинам вот важно это вот ну как то что выйти на группу и там что-то о себе начать своих чувств разъявлять это прям ужас 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 но со мной поговорить как как-то нормально хотя понятно что вот соотношение все ну сколько у меня может быть там в группе у меня есть ну сейчас меня 300 человек группе а индивидуальной работе у меня ну сколько у меня там несколько человек у меня все в индивидуальной работе и говорят что в любом случае там по процентам вот так а в реальности конечно женщины больше склонны идти в эти чувства и для них это легче они как-то легче осваивают мир для мужиков сложнее гораздо то есть и соответственно путь вот такой мужчины если он как хочет спрятаться от чувств то куда спрятаться вот в интеллект да раз туда сбежал и там все это по полочкам разложил все там рассуждает что-то айтишникам стал айтишники да вот айтишники это конечно но они они кстати они многие богаты внутренним миром мужчины они многие приходят как раз айтишники потому что они как раз сталкиваются с этим вот с трудностью ну а как вот у него вот вся вся жизнь получается туда все алгоритмы все просчитывать этого не хватает так вот возвращаясь к тебе к твоему квесту потому что ты делаешь давай немножко об этом я даже вопрос не буду формулировать просто расскажи как это для тебя что для тебя что ты там находишь что ты проводишь этим вот мужчинам что вообще в этом квесте ну для меня во мне живет такая страсть страсть можно назвать так мужчина природа смысл вот как-то для меня так сформировалось что вот эти три вещи вместе я меня прет я нахожусь в невероятном счастье мужчина природа смысл смысл да три вещи вот я провел больше двух лет мужскую группу в берлине 40-50 встреч наверно там каждые две недели в течение двух лет и там были мужчины и там был смысл мы много работали как раз над сердцем мужским да смотрели соединялись друг у друга учились высказывались там были мужчины и там был смысл там не было природы потом допустим мы ведем ретриты в барановке нашем поместье с женой с аюной там есть смысл смысл у меня должен быть всегда я иначе вообще не понимаю зачем вот есть природа моя любимая природа в барановке вот это миксовая группа там нету чистого мужского состояния вот и я всегда искал вот это как вот это все вместе соединить потому что я чувствовал что когда все три будет вместе вот для меня что-то сойдется вот прям какой-то будет безумный шаг за край я нашел это в птице можно назвать шаманская традиция фактически традиции пользовались все народы амата аляски до новой зеландии до времени больших религий до времени городов как угодно назови она десятками тысяч лет и это это ритуал назывался поход за видением процессе этого ритуала мальчик превращался в мужчину что значит мальчик мужчина мальчики живущие под юбкой у мамы отбирались у мам помещались в такие натуральные но естественно сложные дикие успи дикой природы в одиночку без еды и там эго пацана который думает и у него растет уже думать что его должны кормить сиськой он должен сидеть под мамкой и любое любой каприз исполняется мгновенно вот это эго просто раздавлилась мощью того что не наваливалась страх страх смерти страх одиночества величие природы там происходило сумасшедшая трансформация происходила смерть в какой-то степени ну смерть эго мы не говорим но просто какая-то смерть происходило смерть мальчика смерть мальчика два рождался мужчина и рождался тут же на этом месте рождался мужчина да мужчина который понимал первое что он часть чего-то большего а его личная жизнь является лишь частью они не царем они не самый важный и второе что он понимал что его судьба служить чему-то большему и вот таком состоянии возвращался в деревню вот как это понимание приходит ну вот с какой стати служить например вот из чего это выходит для меня лично это происходит из ощущения из двух вещей важность ценность происходящего ценность этого мироздания его красота это восхищение невероятный да как все устроено сколько здесь любви сколько здесь красоты да и вот это ощущение этого ценность appreciation она порождает благодарность то есть из из ценности из важности сама собой приходит благодарность а из благодарности приходит щедрость то есть благодарность это естественно бы так устроен человек мне кажется щедрость приходит ты хочешь отдавать даже ты больше не можешь это просто вынести ты понимаешь что ты хочешь этому служить это наверное ну это замечается во всех людях там служение там господину нашу служение ложным целям нас тоже развита не господину там служение детям это не большое но великое да и это так здорово если ты часть этого и я буду служить я буду в порядке вот ощущение что идет назад вот это вот что ты будешь в порядке пока ты служишь этому то есть такая трансценденция себя молотка вот этого к чему-то большому объединение с чем-то большим да происходит опять же на уровне сердца и и я заметил что я заметил в нашем мире что мужчины у нас сейчас лишены этого способа взросления этого ритуала до инициации не происходит мужчина вырастает верни мальчик вырастает до лысина приходит живот отрастает а вот это ощущение да что ты действительно служишь чему-то большему ощущение своего места в этом мире она не приходит мне армия не свадьба какие-то кипсе в инициации не решают этого вопроса и я заметил что поныне vision quest как ритуал сохранился он сохранился у индейских племен америки он сохранился среди шаманов сейчас и люди водят водит и эта традиция жива да она не такая повсеместная конечно как как раньше была но она жива вот и для меня стало какой-то вопросом жизни наверное мои возродить традиции для меня самому это сделать и сводить туда мужчин потому что мне кажется что сильнее выше этого как опыт трансформации для меня лично ничего нет потому что я пять лет коуча людей я тоже самое дело с людям с людьми да я все это делать через силу какую-то свою личную я говорю вот смотри вот попробуй вот это вот сюда а здесь я просто беру привожу на природу в правильном формате в правильном контейнере и иди и все природа становится учителем не я я как меня назвали последний раз ребята я всего лишь паромщик и господи как мне нравится эта роль потому что это все что нужно делать взять человека привезти и отправить сюда вот тебе сюда и потом стрелись и миссии глазами другим с жен человеком и вернуть его в свою деревню абсолютно другим человеком и вот это возможность мне представилась впервые в таком настоящем виде в этом году в сентябре когда там все срослось длинная история но просто я понял что я отведу семеро мужчин в горы сванете грузии мы проведем такой полноценный vision quest я провел самостоятельно и взял гида местного в сванете и мы собственно пошли в горы мы готовились 4 дня к этому то есть зачем готовились мы собственно дело то что с чем мы с тобой начали чем видеть это видение да я учил ребят просто открыть немножко свой свой сердце да потому что иначе ты просто сходишь в холодный жуткий ночной какой-то поход там со снегом придешь и прокнешься на свете да вот но чтобы подготовиться что же все что произойдет с тобой там для тебя это праздник это ты на сцене все происходит для тебя и прямо не то что записываю там лови все до благодарил лови цепляй и ты вернешься совершенно другим человеком вот и апофеозом этого похода было соло то есть каждый из нас один провел в одиночку 24 часа без еды без палатки просто с водой таком месте в котором он сам выбрал в котором не было его видно и едва слышно то есть полное одиночество и вот там происходило конечно самое интересное но они тебя лично что произошло после этого ты же получать ну ты провел группу провела как был паромщиком но ты же был и сам же этим самым пассажиром на этом пароме тоже был конечно я не я не покидал лагерь не мог потому что моя задача была держать пространство для всех ребят которые там находятся но я тоже постился в тот день и и не залезал в палатку то есть я так же провел ночь на улице но просто далеко от лагеря для меня даже не эта ночь была самой важной хотя это тоже безумно да потому что моя ночь была не про мой vision quest а про ребят как они что у меня все путешествие было чрезвычайно важно да я вот это в общем-то имею ввиду что когда мы что-то делаем и что же для тебя был такой выход за край тоже vision quest когда мы когда мы являемся какими-то проводниками куда-то мы с ну сами что дойдем особенно если это первое впервые такое ты для себя что нашел в этом как от тебя изменила ну вот один момент расскажу одну историю когда мы спустились уже с гор и мы уж гури деревня недалеко от нее ждали машины которые за нами приедут и отвезут нас обратно уже в на базу вместе и мы сидим и практически все хачапури горячий там пьем чай горячий и я просто тяжело в такой тишине как понимаешь то даже не понимаю на меня как-то накатывает это ощущение что вот оно случилось вот она вот ты сейчас здесь сидишь и все очки ты мечтал годы долгие годы верка я не побоюсь но может быть не в такой форме но что-то подобное как-то вот как как зов то я же не ж не было цели провести vision quest там десять лет назад я поставил я в цели вообще не верю но это был зов куда-то вот сюда и вот теперь это понятно вот сюда вот шура вот ты это сделал последние лет наверное семь восемь не соврать да а может быть я всю жизнь не к этому шел кто знает может все 46 лет и к этому шел но вот именно сюда в эту точку ты пришел и ты это сделал вот когда я это осознал я так размазала там прям перед всеми пацанами разрыдался вот и я потом я уже не мог остановить слезы они текли текли два часа плакал просто ушел по машину и машине сидел и просто не разрываться были такие сладкие радостные слезы это было такое счастье я понимаю что шура вот сейчас один из самых важных моментов твоей жизни и наверное это все что ты хочешь делать отныне вот оно то есть помогать людям видеть больше так или иначе через vision quest естественно который буду обязательно делать следующем году и не один потому что это точно главное что я хочу делать но еще готовить и не только мужчин теперь а не важно с мужчинами я буду делать больше и больше и больше но еще я хочу подключить к этому всех людей да просто вот это вот мужчина белые там гетеросексуальные вот их я вожу а других и не вожу я не хочу то сказать все я вот сделал как я хотел а дальше я не интересно и миксовые может быть женские как угодно да потому что я считаю каждого человека есть если есть запрос на видение на смелость то он может быть исполнен так вот кроме вижу квеста все что я сейчас делаю то готовлю людей вот развиваю этот орган видения фактически до учу людей как видеть еще чтобы потом вот случилось что-то такое великое как случается там в горах например уже но вот ну то я себе рассказал и я не понятно что там это я не хочу может быть ты рассказал подробности каких-то других людях но существует их дело не рассказывать без спроса но в целом ну ты видел группу вас было восемь человек до месяц тобой вот как это повлияло на этих вот парней что с ними произошло после этого вот фишка в том что нам мы говорим с тобой о таких вещах которые очень сложно описывать словами одним взглядом и вот для меня вот такой момент это аха момент был когда то утро когда они спустились со своих соло путешествий спустили из горы обратно в в лагерь к нам в к палаткам где их встречал мне хватило только посмотреть в глаза каждому из них я я отшатнулся мне даже немножко стало не по себе там у каждого я повторяю у каждого был такая решительность глазах такое фокус такую стремление такое какое-то спокойствие мощная такая опора на землю такую какую-то не ну не мужество я даже назову мужество сияло не даже стал страшного ребята ничего себе секундочку что там было мне даже словами стал интересный когда когда мы сели потом в круг и начали они делиться и знаешь вот я мой любимый вопрос на вижу квесте это зачем ты здесь то есть я бесконечно задавал этот вопрос каждому участнику с первого дня до последнего до момента пока они сели в маршрутке уехали куда-куда зачем ты здесь мне кажется вот создание намерения это вообще ключевое для человека в его жизни и было интересно посмотреть как развивалась вот это вот намерение до первые фразы когда они сказали по приезду до туда и вот после возвращения соло когда я сказал теперь зачем ты здесь и тоже мы сидим в осером мужчин восьмера мужчин так контейнер и каждый кто-то говорит если о пром пробивает грудь в ничего себе вот этот момент какого-то какой-то глубинной правды и наверное может быть празднование вот этой правды этого мужества настоящей смелости человеческой мужской как угодно назови вот вот это то что произошло с ребятами и я закончу эту фразу и мы сейчас позвонимся раз в месяц и это потрясающе смотреть как они живут этим событием живут этим моментом цепляют за него теряют нить но знаходят держится какие-то символы какие-то воспоминания держится друг за друга за группу и идут по жизни создают вещи которые никто из них не мог сделать до туго вот это конечно наверное самый большой но ты как раз хотел спросить подержите ли вы связи и что дальше с ними происходит то есть они как-то движутся дальше то есть это послужило таким толчком они сделали вещи от которых у нас волосы дыбом да почему каждую какую-то ствое значит на последнем круге каждый из них сказал что он собирается сделать какой будет следующий шаг в результате увидения потому что видение самого по себе но без практики но бессмысленно да да я увидел что я там такой-то или я туда-то окей что-то с этим сделаешь то общаемся с шаг какой шаг на какой шаг за край последует и каждый им не отстали ни от кого пока не услышали что вот это это настоящая правда что это не увиливание не какой-то там легкий ответ там в комфорте сбежать до что-то реальное что-то что человек верит ты представляешь но там большинство них это сделали а те кто не сделали они находятся в таком в мощнейшей трансформации сейчас глубинные они проживают переживают это очень страдают по этому поводу никто не слил даже кто-то сказал ребята я не сделал надо слышать как они это говорят ребята я не сделал мужики я это пока не сделал но это вообще-то это надо звучит даже лучше если человек сделала вот счастье слушай такое видеть что такое происходит и не моими руками а вот вот то что я верю она работает да я привел их показал паромщик отправил берег они вернулись другими все моя работа слушай вот и с одной стороны это сказал что по поводу того что ну как все время задавали себе этот вопрос зачем я здесь и и естественно потом вот какой следующий шаг ты далее но когда ты говорил за промелькнула фраза что я в цели не верю вот что здесь какая разница между целью что-то называешь целью в которой не веришь и вот этот следующий шаг это какое-то видение туда в будущее в чем для тебя разница в двух словах я только что провел вебинар на тему цель и что имею ввиду двух словах хочу сказать так что когда мы ставим цель что такое это рис большой результат отдаленный во времени так я определяю цель то есть это не туду лист какой-то не планчик какой-то на день там на недельку да и это не видение виден направление дали мечта это не цель цель это я похудею на 10 килограмм через полгода вот эта цель измеряемый результат отдален и во времени так вот такая цель на мой взгляд хотя она там психологами начале прошлого века признана типа мотивировать и повышать продуктивность она на мой взгляд работает в обратку она снижает креативность она отделяет человека от самого себя и то что побеги за целью человек теряет то что происходит сейчас и она не не согласуется с человеческой сущностью уж цель сама по себе это когнитивные упражнение ты какой-то называешь результат ты называешь умом а дальше все твое подсознание начинает сопротивляться этому потому что она такой цели не ставила она идет каким своим чередом жизнь гораздо больше чем цель вот и мы вступаем в конфликт сами с собой гоняясь за целью поэтому вместо цели более подробного в моем вебинаре но вместо цели что я предлагаю это слушать себя постоянно и слушать тот утренний голос который зовет то есть не тащиться к цели а отвечать на зов внутри и но именно зов обеспечивает действие да цель она еще нужна для действия зов тоже обеспечивает действие но действия целостные без выгорания да без потери себя да постоянно в своей силе и постоянно в своей правде вот такой альтернатива я предлагаю нет а вот чем ты отличаешь ну вот понятно что все это некие слова и каждый заворачивает слова какие-то свои смыслы ну вот если это опять же какое-то некое отдаленное в будущее нечто ну цель там скажем а вот чем это отличается от какой-нибудь мечты которые тоже может быть отдалена в будущее да вот для тебя есть какая-то разница есть мечта или видение для меня да очень похожи она обозначает направлении мне туда я напишу книгу через год это цель а я хочу написать книгу вот это уже мечта она обозначает что мне туда я не хочу сыграть первую симфонию там да брамса я хочу то есть это просто делает твой выбор и покажите направлении да а значит вокруг этого направления может пока я напишу блога и там я начну начну делать винары или еще что-то ну или собирать информацию но не важно да то есть в данном случае когда есть мечта она тебя питает она питает и креативной силой а цель я напишу книгу через год она как правило а что она вызывает я должен ну я же пообещал я должен блин и все и вот это вот надо 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 а мы же очень не любим надо у нас аллергия на надо так ну у меня у меня-то по жизни тоже такой подход причем у меня ну самого для себя я как-то еще не знаю там подростком что ли размышляя все эти темы как-то понял что ну цель для меня лично это бессмысленное дело ну потому что я как-то все сравнил там со смертью и вот я думаю что ну вот поставила себе цель какой-то вот такой очень определенной жесткой вот то что ты называешь там вот дойти до нее и вот я не дошел до нее и умер взял и умер буквально за пять шагов и что и получается вроде как вся моя жизнь обессмысленность потому что если это была цель моей жизни то вот и не дошел значит а другая ситуация что если я дошел да вот была цель в жизни и я дошел до нее и опять она обессмысливается потому что что дальше я же я же продолжаю жить вот поэтому меня тоже такой же близкий подход и собственно который я продвигаю и народу своему тоже что ну вот есть смысл скорее да вот поменять эти слова не целя смысл ради чего то есть как какая-то не знаю там путеводная звезда который который ты движешься ты понимаешь что ты никогда ну до звезды ты не доберешься она тебе показывает направление что-то важное в этом это важное и ты осуществляешь это шаг за шагом ну вот как например сейчас растет мой этот будда в городе у меня нет цели сделать ну вот мне пришла эта метафора в какой-то момент собственно город да если уж будда в городе то я строю город но город это ведь не цель город это процесс любой город который не возьми он же он же живет он он строится перестраивается там что-то старое ломает новое строит город это процесс он меняется там в веках вот у нас городок маленький но он менялся в веках да и сейчас меняется пусть у него там радикально не перестраивается пусть его как законсервировали но все много изменений происходит и внутри там какие-то вот мэра у нас переизбрали другую мэра все 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 меняется это вот город как растущие что-то как организм какой-то да и вот вот но здесь мне кажется таки разные люди у них могут быть ну как немножко разные подходы и я вот по поводу тех людей коту для которых важны какие-то цели цели может быть действительно как мечта но с некой определенностью все-таки да вот у меня есть такая еще метафора которая мне как-то тоже пришла в голову по поводу альпиниста кстати да ну вот что альпинистов принципе них есть мечта или цель там покорить такую-то гору покорил ее потом значит следующую гору такую-то такую-то вот все выше там выше эту еще не покорил эту-ту-ся-пятую десятую да это так но когда этот альпинист идет в гору в конкретную же не думаю что ему что он думает все время об этой цели вот как он дойдет ему надо вот куда вот сейчас рукой уцепиться куда сейчас ногу поставить то есть ему надо присутствовать как раз в этом моменте вот сейчас и как ты говоришь сделать следующий шаг и вот это самое важное а цель это сам как вершина которую покорить которую он в принципе хочет покорить она уходит куда-то бэкграунд куда-то фон ну вот актуализируется то что он делает сейчас и вот этот следующий шаг куда ему поставить ногу я просто к этому добавил одно и именно такие альпинисты выживают большинство смертность среди альпинистов которым надо там все восьмитысячки покрыть она как сумасшедшая совершенно именно потому что теряется шаг терять следующий шаг за целью да да то есть когда мы действительно это даже альпинистом не надо быть если ты идешь и не смотришь под ноги то большая вероятность что угодишь какой-нибудь люк да это конечно все все смерти происходят на вершинах из-за усталости потому что нет я все таки да ну как же мне осталось 100 метров до эвереста нет я ну как и вот там они все и ложатся до сих пор лежат это тоже метафора мы так мы так и живем фактически да но это тоже один из культурных ходов которые нужно увидеть и отказаться потому что в нас он вшит в последние лет сто где-то да потому что психологическая теория установки цели она была разработана как раз в индустриальную эпоху в начале 20 века когда было доказано что человек будет более продуктивным при постановке цели как машина фактически будет и пошло-поехало да вроде когда ну и все раньше такого не было кстати я тоже об этом сейчас вот многое и думаю и говорю там продвигают эти идеи что действительно но мы зависим от эпохи в которой живем и собственно вот эта индустриальная эпоха она ну сформировала во многом наш ритм какой-то и очень многие наши там смыслы и прочее как как мы живем и если сильно до этого человек был больше привязан к земле там зависел от земли от сезонов от погоды и в этот ход свое взаимодействие с этим и он больше прислушивался к этим природным сезонным ритмом да и вот сейчас например ну самое темное время года и какой-то значит такое вот усталость и все и сегодня сегодня да да как раз и и по идее ну как то вот так логично и разумно и и со всех сторон в общем то хорошо бы так немножко затихнуть спать больше отдыхать да вот это наложенное на это некая некий другой ритм который в общем-то придуман ну вот собственно годовой годовой цикл когда у нас почему-то новый год сейчас да и но но при этом окей новый год там может быть можно куда угодно как угодно подставить но под это подстроена там система социальная да и вот сейчас эти годовые отчеты там какие-то финансовые и все это насыпется сыпется и вот все-таки это суета возникает и вот этот вот теряется этот внутренний внутренний ритм контакт с этим внутренним ритмом внутренним переживанием и вот я сейчас все-таки живу последние эти годы ближе к природе городок у нас маленький вот море вокруг и какой-то ритм все-таки здесь опять же ближе к природному ну вот я как-то естественно встаю рано там да и там ложусь рано раньше а больших городах как вот это вот все все по-другому освещение искусственное все там все все как-то работает под какую-то систему и эти наши там офисы да которые тоже вот что же они до сих пор это как какой-то хвост из этой индустриальной эпохи что вот как было по гудку вот мой дед там ходил вот гудок слышат значит заводской встает там и идет на эту работу свою и потом гудок опять он заканчивает всю эту работу идут обратно ну а сейчас он как в офисах примерно то же самое вот люди поехали там обратно потом все все вместе но мы сейчас как раз вот что мы не живем в интересное время да что меняется это чтобы все больше каких-то фрилансеров людей которым не обязательно погудку там что-то делать можно дома можно там можно в офисе но в каком-то своем режиме и получается что у нас появляется снова шанс мы как бы возвращаемся к этому какому-то прислушиванию к себе вот к своим внутренним ритмом что я могу это сделать сделать сейчас и могу отдохнуть там подремать например да какое-то время среди дня потому что просто чувствует усталость а потом опять заново начать и вот все больше и больше таких людей появляется и конечно ну вот это важно кажется но понимать это тоже что вот-вот мой ритм вот вот такой вот давай-ка я буду туда двигаться вот что он прислушиваться к себе абсолютно по гудку уже жить не хочется до кудрявая что ж ты не рада веселого пейте гудка я уже совсем не рад и мне кстати ты сейчас понял про городок спасибо что лет назад когда ты начинал спать буду в городе ты тоже пользовался метафорой города это потрясающе что пять лет спустя да ты снова в этой метафоре вот он твоя путеводная звезда вот как мечта работает и и не придашь не продаж не потеряешь вот она она работает тянет 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 это лучше чем любая цель на самом деле спасибо тебе за это ну да так просто закончить это я хотел на самом деле хотел что-то еще спросить то а да вот сейчас в прошлый раз мы с тобой ну вы тогда союны приехали вы вернулись из путешествия ту кому но в португалии по-моему камера амера помера там-то мера-то мера да как тамара да так там мера да и я помню что ты был очень воодушевлен этим и наш большая часть нашего тура разговора была об этом а вот об этой коммуне там как все устроено и как и что для тебя это какая-то важная часть коммунальной жизни ну я знаю что через свою жизнь идут какие-то темы как раз как путеводные звезды вот которые продолжаются как-то развиваются вот собственно одна эта мужская ну то что мы сейчас об этом говорили и vision это видение и слушание себя сердце но еще одна тема вот это кому на какого-то создания своего такого сообщества вот где-то сейчас как раз здесь очень интересно можем ну посмотреть вот как с прошлого разговора там какой годовой там давности сколько что изменилось в этом направлении по-прежнему или тебя это важно и как ты движешься к этому куда движешься если это важно да это очень важно это еще одна путь звезда который я всегда думаю у меня эта мечта остается она не очень-очень-очень светит форма непонятно то есть я думал как вот городские какие-то коммуны создавать сообщества до виртуальные сообщества у меня есть идея создать образовательный центр то построить дом где-то как институт и салин в сан-франциско где люди будут приезжать и учиться и будет вместе либо у меня есть простая идея то есть просто собраться с людьми вот я недавно услышал выступление одной женщины которая живет в коммуне в сан-диего это 10 взрослых собралось как-то на квартире в сан-диего и скале а давайте вырастим своих детей вместе и все и они пошли нашли землю построились и начали вот проживать вот это вот ну все жизни вместе потому что это это навык который я могу точно сказать утерян людьми благополучно сквозь тысячелетия городов и особенно последние сотни лет там вот это вот отдельности и так далее индивидуальности и торжества там человека индивидуальности так далее так вот но на это не путь я чувствую что это не путь в одиночку надо возвращаться в какие-то в какого-то типа деревни я в это верю тамера мне как заразила я никуда не делся от этого вот но просто в какой форме достаточнее будет просто действительно 10 семей построить дома и жить рядом и растить вместе детей и друг у друга учиться любви и вместе готовить то и что-то вместе делать очень простое да лошадей разводить да или надел что-то глобальное я не знаю насколько сил хватит куда меня придет но я верю на этой мечте я верю что человеку нужно собираться в стае что природа построена только через дайверсити как разнообразие и и связь да то есть вся все наши слова которые направлены на не знаю монотеизм да стань сам героизм там все что моно да там моно моногамия там моно там один монопартийность я не знаю там да да плохо хорошо это что же моно правильно неправильно вот все что идет вот в эту сторону нам не туда это тупик я точно знаю точно чувствую сердце нам возвращаться надо вот в разнообразие в инклюзивность когда все возможно когда всему говоришь да когда и и вот совместные совместные действия совместные мысли надо снова учиться это ужасно страшно надо снова учиться поэтому собственно всегда когда я собираю ретрит все что я могу сейчас сделать да когда собираю ретриты или vision quest я вкладываюсь в то чтобы создать контейнер вот этого маленького сообщества в рамках допустим одного похода в рамках допустим выходных так чтобы то не было там пять или пятнадцать разобщенных людей которые пришли что-то поделали ушли моя главная задача или одна из главных задач сразу же почувствовать что эти люди друг другу важны что только внутри сообщества происходит настоящий прорывы для индивидуального либо исцеления либо кого-то продвижение по жизни трансформация только внутри сообщества и поэтому я очень хочу сейчас свой индивидуальный коучинг обогатить групповыми разными вещами поэтому выступать на вебинарах и перед людьми потому что внутри группы люди получат больше чем от меня одного то есть я верю своей идее я ищу формы чтобы ее как-то воплотить но пока еще как-то не нащупал вот чтобы какая-то продолженная такая была форма стабильная нет пока нет пока это все очень большое очень сильное да я только касаюсь и так аккуратненько да только заглядываю но я уже почувствуешь мне тоже стоит таких вспотевших подмышек написать пост на прошлом написал просто так ребята просто чтобы вы знали на я считаю вот идея создать деревню вместе офигенный я буду служить пока так просто чтобы кто-то люди прочитают увидеть может напишет скажет да я так хочу так потихонечку потихоньку что-то получится на каждом на каждом углу я буду повторять но для тебя все-таки важно этот идея кота близкого совместного телесного что ли проживание нас и что не не только виртуальная кому кому на интернете но и чтобы как-то вот жить воплоти вместе как близко да жизнь не происходит онлайн точно онлайн это просто один из инструментов который нам помогает как-то подделку что-то я уже не знаю сейчас я не специалист но это точно никогда не заменит вот когда вот восемь мужчин выехали в горы да и вот это вот все ты видел их и слезы там и и пот и как они мерзли и как они ну все видел и ты чувствовал ты обнимал их да и ты сам мир с ними когда ты тело выкидываешь из опыта более ну что остается половина опыта нашего жизни но жизнь я не бестелесный да я в целом конечно согласен ты знаешь что я же очень такой телесный человек с и что у меня так будет большая часть жизни прошла профессионально вот во всяких телесной работе но знаешь я опять же мы с тобой ровесники и люди чем-то ну как-то осваивающий интернет не родившиеся с ним не родившиеся в этом и но и для меня например достаточно сложно все это вся эта интернет онлайн работа незнакомый мне такой мир но меня это интересно как раз тоже для меня важна эта комьюнити коммуна но и даже вот что все таки у меня как-то я опираюсь во многом там на буддизм и эта идея буддистская что есть три главных опоры будда карма и санха то есть санха это вот сообщество дальше что вот она тоже она же опирается на вот то что ты сказал на нашу какую-то прошивку природную там эволюционную вот вот мы люди мы действительно мы мы выжили благодаря стайности вот этой что мы вместе это единственная наша сила у нас чем мало там у нас нет остров зубов каких-то когтей там вооружение такого как там волку хотя волки тоже стайные ну в любом случае каких-то можно одиночек там взять животные вот у них есть там оружие такое вот сильная она а мы сильно мы обезьяна маленькие и и мы выживали благодаря вот этой стайности и это как-то в нас в нервной системе настолько это сильно что конечно же это большая наша опора и силой на это важная операция вспоминать об этом меня как раз новое вот мне интересно тоже вызов определенный для меня вот если мы сейчас действительно в таком мире оказались окей там хорошо это или плохо не знает с какой позиции смотреть всегда но он есть да вот этот онлайн и в нем как как и в любом мире есть свои плюсы и минусы свои вот эти недостатки и достоинства и я это исследую и стараюсь туда идти вот у меня есть эта группа облачная сангха где но я вижу как во многом люди раскрываются тоже и минус то что ты сказал да что мы не можем обняться что мы не можем там поплакать друг у друга на плече как-то посидеть вместе там вот это вот нет нет этой полноты контакта конечно но он есть какой-то да и эмоциональный тоже люди понятно что своими может быть небольшими средствами через слова как они это пишут но они встречаются этим и отзываются откликаются происходит какой-то диалог обсуждают какие-то важные темы для себя и и здесь важно вот как раз все таки на может быть находить эти формы то что нам то что у нас есть сделать из того что у нас есть и опять же искать этот какой следующий следующий шаг вот для меня сейчас например я вот в этом нахожусь я как-то сейчас больше внимания раз уделяю такой участие в этом сообществе облачная санка там медитации там провожу регулярно каждые два раза в неделю и мы там обсуждаем и фильмы и книги в общем много всего и я вижу как какой вот плюс при всех недостатках этого плюс что у нас там встречаются люди с всего мира фактически русскоговорящие да но это нас объединяет нужен какой-то язык общий но сейчас же ну русскоязычные живут повсюду да и вот и вот вот этот вот шарик он он весь охвачен практически кроме там антарктиды пингвинов надо вот привлекать пингвинов русскоговорящих то есть вот и и это очень ну вот меня лично это очень трогает ну как то вот особенно как я там у нас есть определенные там практики когда люди пишут там стихи например да какие то и я прошу писать а где вы сейчас находитесь на и вот там когда ты видишь что вот под одним постом собирается весь мир это как-то очень ну вот меня это очень волнует меня очень трогает пусть мы не касаемся телами друг друга но мы касаемся вот чем-то да мы как вот сквозь это время и пространство протягиваем эти руки друг другу мы читаем друг друга мы слышим друг друга и это тоже ну в общем хороший инструмент и для меня это вот так как для меня это новое так сильно я с этим не родился я осваиваю это но меня это очень как-то выдушевляет вот такая вот он он онлайн и и я знаю что люди которые там ну встретились онлайн потом если они встречают они как-то вот они стремятся еще встретиться в живую там где они там находятся в своем там нью-йорке своей где-то там своей караганде еще где-то и ну вот ну и соответственно если я там провожу такие вот реальные тоже программы смысле что живые то тоже люди приходят тески тески мы встречались онлайн только они приходят и вот вот я вот вот теперь можем обняться а потом мы возвращаемся снова в эту облачную санку и вот это как-то вот взаимодействует это мы можем переключать эти каналы и мне кажется такое расширение хорошее возможно полностью поддерживать тебя очень называется я тоже хочу создать что-то подобное все время не доверял или боялся или что но сейчас я хочу создать что-то подобное группу группу шагающих за край работе отзвали для этой группы не сын ну это может как-то быть иметь побочный эффект с такой не держание мочи а это наоборот я вижу смысл в балансе да ты выстраиваешь отношения онлайн а потом какой-то апофеоз бам и брейшин уже тактильное ощущение да естественно потому что вот ты говоришь о выстраивании онлайн и выход а мы крас сейчас провели эксперимент выстраивание оффлайновых отношений ну там мои отношения с моей женой это конечно лучшие вообще пример комьюнити мы даже сейчас открыли инстаграм наш двойной совместный вот и в котором мы собственно описываем этот опыт как мы вообще вдвоем уже лет и мы считаем наши отношения очень крепкими очень продуктивными очень наполняющими реально партнеры друзья любовники на все это как-то случилось но это случилось не не за раз там мы к этому шли блин сколько и мы очень хотим этим делиться потому что это есть опыт создания комьюнити вот это раз и 2 мы были например грузии месяц и мы жили в грузии месяц втроем с нашей подругой который тоже живет сейчас берлине и мы в тбилиси жили втроем мы попробовали а как это вот если три человека вообще два вместе но это просто это офигеть да вот это никогда не прочитаешь книгах вот это мясо ежедневное да кто как проснулся в каком настроении кто вкус кто моет посуду у кого какая а еще попробуем и еще пробовали работать вместе создавали там свои проекты а как это а у кого что а обидка а что-то недосказанное какие есть способы выносить все а как быть честным а как не причинять добро если мы ежесекундно да а что делать с подражением это конечно это сумасшедшая школа сумасшедшая школа и она приходит у когда ты вот прям вот так вот глаза в глаза до прям дыхание чисто чувствуешь человека очень сильная то есть и такой опыт для меня безумно ценен слушай ну давай мы будем закругляться и вот я просто ну хочу тебя спросить тоже начал об этом там instagram упомянул прочее что у тебя ну развивается твое вот ответственность проект развивается движется тебя появляются какие-то новые формы и вот естественно люди там надеюсь что кто-то это услышит нас сейчас привет всем вот то ну скажи куда куда ты приглашаешь куда там онлайн оффлайн вот что вы делаете что будет там может быть какие-то планы на следующий год как раз мы сейчас говорим в конце 18 года естественно куда люди могут идти что-то им предлагаешь вот это спасибо спасибо за возможность дорогой оффлайн начнут с оффлайна таких крупные события в следующем году будет обязательно поход за видением в горы с ванэти я думаю я сделаю два два запуска две группы или три может быть завтра посмотрим но в сентябре скорее всего вот поэтому кто уже подумывает да можете прям смело мне писать прямо сейчас саша я услышал чем это неважно мужчина или женщина уже войдет в контакт и вы уже не потеряетесь я объявлю это будет во время равноденствия сентября две или три группы я сделаю вот это раз второе мы делаем сейчас в феврале в турции союны с женой тоже такой vision квест но как бы режим ретрит режим крест идешь поход а находишься в одном месте чем в очень комфортном роскошный вели в турции и мы называем этом отпуск со смыслом с нами то есть ты можешь отдохнуть там потому что работы будет ограничено не то что целый день но и и найти смысл а смысл это видение на 2019 год мы нарисуем карту может быть для нас и для этого использую все свои собственные инструменты которые шаманские видение сердцем через прошлое через ритуал и через старый целый все по делаем вместе как но там будет вот то самое комьюнити это будет первой неделе февраля 31 января заезд и по 7 вот каш вот и мы зовем все мы делаем это первый раз поэтому это реально очень дешево мы не будем даже за программу денег брать то что мы хотим просто отбить косты но побыть вместе построить эту комьюнити на одну на одну неделю это второе это оффлайн онлайн 13 января я запускаю свой первый в жизни онлайн курс называется поход за видением видите я не оригинально все об этом я все халаду воронку да что я ведь я как мы сказали если человек насчет видеть чуть больше там придет и смелость там придет и понятие следующего шага все само приходит и вот в этом онлайн курсе я за две недели дам возможность людям будет раскрыть собственно этот орган видения вот это сердце которое мы говорили сегодня в начале это будет интересно и он будет живой то есть я буду общаться с людьми там будет видео уроки там будет домашка и там будет вот собственно вот это комьюнити это сообщество где будет вместе можно пройти что-то приглашаю вот на эти три вещи хотя бы пока так смотрите за мной в фейсбуке в инстаграме у нас есть аккаунт наш общий love life purpose ну а юно еще придумывает только самом начале вот но есть мой шура баранов live и вы не потеряйтесь пожалуйста в инстаграме но я все все ссылки дам на уже на этой странице а то что будет посвящена ну в любом случае то что сказал то окей ну что спасибо шура было очень приятно с тобой говорить и мне дорогой я подумал о том что ты называешь свою серию подкастов подлинная жизнь и мы с тобой встречаемся второй раз потому что подлинная она еще по длинная жизнь длинная жизнь и по длине а то теперь пора встретиться еще раз да потому что очень много происходит спасибо тебе за эту возможность вообще удовольствием с тобой общаться как всегда друг спасибо тебе ну вот это все если вас заинтересовал александр баранов и его деятельность то можете найти его через фейсбук александр баранов также совсем скоро с 13 января 2019 года у александра начнется онлайн курс поход за видением прямые ссылки можете найти в моем блоге на странице посвященной нашему разговору этому подкасту ну или просто прогуглите александр баранов поход за видением ну а если я вас заинтересовал собственной персоной то заходите ко мне в гости buddavgordi.com всего вам доброго и надеюсь до следующих встреч и помните каждое мгновение у вас есть выбор делайте лучший а теперь идите и медитируйте пока м м Past Dark Arm Car Hard Not Wash Song From Rock Coffee All Small Ball Morning Full Look Good Foot Book Who Move Noon Blue Two Up Cup Son Some Her Thursday Burn Work Under Father Address Servant Saturday Say Baby Train Plate Table Waiter No Smoke Motor Hotel Ice Eye Side Flower Cloud Hour Now Boy Noise Boyle Voice Dear Clear Beer Ear Chair Hair Care Four Door Floor letter H начина Meteh alım itis ө Ghost Продолжение следует... Продолжение следует...